У остановки масложиркомбинат под колеса автомобиля попал 43-летний горожанин. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами – переломом бедра, плеча и сотрясением мозга. 38-летний водитель «Тойоты» Карина Еде утверждал, что правила нарушил сам пешеход. Левый ряд стоит, поворачивает туда, на узловую. Я проезжал прямо. И он отсюда выбегал на красный. Я по зеленому ехал. Он бежал, и такое ощущение, как будто прыгнул на капот. На стекло, да? Ну да, получилось там головой и плечом стекло. Быть уверенным в своей правоте мужчине позволяла запись видеорегистратора. Машина едет по улице Краснореченской в сторону южного микрорайона. На улице только начало светать. Водитель возвращался домой с ночной смены. Иномарка приближается к перекрестку по первой полосе. Автомобильному потоку горит зеленый свет, поэтому шофер беспрепятственно подъезжает к переходу. В кадре появляется будущий пострадавший, хоть ему все еще горит красный. Мужчина ускоряет шаг, рассчитывая проскочить перед машиной. Не исключено, что пешехода смутил режим работы светофора. Когда для автомобилистов, поворачивающих на улицу узловую, загорается дополнительная зеленая секция, встречные шоферы должны остановиться. Видимо, затормозившие у стоп линии машины и спровоцировали пешехода ступить на зебру, хоть ему в этот момент и горел красный свет. Водитель Тойоты за рулем уже около 20 лет, но эта авария стала для него первой. Более того, шофером он работает профессионально в городском водоканале. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.